Иди ты подходи. Ты подойди. Ты иди подходи. Ты подходи. Ты подходи иди. Ты подходи. Я тебя на два года старше. А я старше по званию. Ты задолбал, у меня дети. Вот именно, у меня нет детей. Ты своих видел, а я своих нет. Ты подходи. Почему я-то должен подходить? Ты остановил, ты подходи. Да я не останавливал, я просто жезлом игрался. Типа я ДПСник. Ты дебил, ты и есть ДПСник. Только им не говори по-братски, а. Иди, зовут уже. Да я не пойду. Ты номера их видел? Нет. Да потому что их нет. И всех в мире есть номера, даже у бандитов из ГТА. А у этих нету. Кто там сидит, я понятия не имею. Ладно, давай вдвоем подойдем. Мы в конце концов представители закона. Мы обязаны. Мы должны. Ты неправильно понимаешь суть нашей работы. Мы представители закона. Мы никому ничего не должны. Давай просто нашу форму на кусты наденем, а сами в лес убежим. Пожалуйста. Мужики, я с соседнего, с соседнего поста только сейчас черный гелик не останов... Вы что, обстановили уже? Сигналил? Да. Блин, блин, нафиг я вообще в эти менты пошел, а? Сейчас бы спокойно, как все мои одноклассники, снаркоманился и все. Сидел бы дома мультики, смотрел, скорую ждал. Блин, кто там такой? Извините, господин Геленваген, а давайте поступим следующим образом. Я буду задавать вопросы. Если ответ «да», вы сигналите два раза. Если нет, то один. Понятно? Понятно. Вы из ФСБ? Вы из ЦРУ? Из ФБР? Из РПЦ? Ты что, сумасшедший? Какой РПЦ? Не видишь прошлогодняя модель? Блин, точно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Да, я. Сейчас подойдем, сейчас мы тут кое-что доделаем, и подойдем. Кто звонил из машины? Иди, подойди. Да почему я? Потому что меня последний раз, когда так звали, мне мама мокрым полотенцем по лицу отхлестала. Иди. Че он делает? Походу, бумеранг записывает. Вот задолбали, блин, а! Ёлки-палки! Сижу там ухахатываюсь с вас, вы че какие балбецы какие, а! Ну че с вами? Ну че с вами, ребята? Ну видно же, мощная машина, ёлки-палки, в хлам тонированная, черная, без номеров. Едет, ну какого хрена останавливает, скажите? Ну чувствуете, гончубасихой воняет на всю дорогу. Ну, машина еще даже не приехала, Ёлки-палки, ну видно же, что люди там уверенные, еду. Знаете, что я сейчас сделаю с вами? Я сейчас возьму ваши письки, вот так завяжу, между собой, вашему начальству посадню, скажу, что вы на работе замотались. Ну че, не видите, кто я такой? Ну, судя по вашим погонам, вы с одной стороны генералиссимус, а с другой проводник Сапсана. Смирно! И предъявите билеты. Неинтересно с вами. Блин, вот нифига вы не умеете прикалываться. Я просто приколист, у меня просто денег до хрена, я просто прикалываюсь, схожу со всего, представляете? Я вон ехал, вон сейчас меня на прошлом посту остановили, дверь открывают, я там в женском платье сижу. Мне говорят, а вы кто такой? Я говорю, я Анита Цой. А я говорю, а че, бухая? Я говорю, а потому что с 98-го года ни одной свежей песни не написано. Вот сижу, депрессую. С уважением, Анита Цой. А на костюмчик внимания не обращайте, это я просто с Дольче Габбана перешил. Ладно. Ехать мне надо. Куда? Нет, нельзя ехать, мы вас вынуждены задержать. Зачем? Сами себе, сами себе объясните, зачем вы меня будете задерживать? Не, мы, конечно, присыкиваем, но нужно. Ой, ребята, отвезете меня в обезьянник, закройте там, типа, героя, кого-то поймали мощного, посадите рядом с каким-нибудь бомжом, этот бомж скажет, ох ты, футынуты. Нет, ешкин кот, кого это нам тут привезли? Пожалуйста, гости, будьте извольте. Я вашему начальнику позвоню, он с трясущимися руками приедет, откроет обезьянник, я выдову так скажу. Че собаки? Я же вам говорил? Вот так я буду говорить тогда про вот этот вот момент, понимаете, когда я вам сейчас про это говорю. А если вы такой крутой, че вы прям сейчас не позвоните? Да. Че вы хотите, скажите честно? Ну, откройте багажник для начала. Давайте так, я даю вам миллион рублей, и мы не открываем багажник. Че за элитный поле чудес такое? Давайте открывайте. То есть я предлагал вам миллион рублей, вы отказались? Да. Один миллион двенадцать тысяч! Прямо сейчас, перевожу на Сбербанк онлайн. Да не надо нам никаких денег. Восемь девятьсот шестнадцать. Ничего делаешь-то? Ну деньги же. Никаких денег, открывайте багажник. Два миллиона рублей, и мы забываем друг о друге. Нет, все, открывайте багажник. Да, открывайте. Ладно. Я предлагаю сделать так. Я сейчас дарю вам эту машину. Навсегда. Че? Двоим. Она стоит двадцать миллионов рублей. Серьезно? И мы забываем друг о друге навсегда. Прямо всю машину? Прямо всю машину, навсегда. Да, вон, права в бардачке. Прямо нам? Хотите пиджак мой, возьмите. Да. Ну, че? Да, да, да. Согласны? Да, да. Серьезно? Эх ты, это чья машина? Наша, наша. Дай позвонить. Дай позвонить. Спасибо. Да, я позвоню. Алло, у меня теперь гелик. Больше ты меня не будешь полотенцем хлестать, понятно? Поздравляю, ребята, поздравляю. Это че за деньги? Это че за труп? А я откуда знаю? Это же ваша машина, ребята. Ваша машина, ваши проблемы. Это че за труп у вас тут? Это че? Это твоя машина. Тишина в зале. Там, где Дэд и Хёрд учились. Петровский и Хрумкина преподавали. Требуем компенсацию за причиненный моральный ущерб. Откуда у этой актрисульки деньги? Ее последний рекламный ролик – спрей от комаров. Средства от сосущих рекламируют такую же. Самая свежая семейная разборка. Мой уже бывший друг пялил мою тогда еще не бывшую жену. От создателей сериалов «Бедный олигарх» и «Ресторан по понятиям». У нас в России всегда любили пьяных, талантливых и эродивых. На хрине, ну ты описал мою жизнь. «Звездный суд» в понедельник в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!